Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телекоме программы «Спросим прямо» в студии Мария Латышева. А в гостях у нас сегодня координатор Бурятского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарев. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Поговорим мы сегодня о партийных делах и не только. Предлагаю начать с вашего переизбрания, которое случилось этим летом. Мы знаем, что вас избрали на второй срок, то есть уже второй срок пошел. Как вы возглавляете Бурятское региональное отделение? Все верно? Да, все верно. Решение высшего совета было предложено на второй срок. Моя кандидатура и представлена на конференцию Бурятского регионального отделения. На конференции мы избрали новый состав Координационного совета. И уже далее моя кандидатура была поддержана всеми членами Координационного совета единогласно. Прекрасно. Когда это случилось? Летом, да? Да, это было 3 июля. А на какой срок? Два года. На два года. То есть железно два года. Вы и никто другой будете у руля ЛДПР Бурятии. Хорошо, не загадываем в современной ситуации. Давайте расскажите о том, как проходили выборы. Мы знаем, что в принципе повестка нынешних выборов была довольно-таки спокойная, никаких эксцессов не случалось. И даже некоторые критики говорили, что уж очень вяло прошли выборы, все было предсказуемо. Как партия ЛДПР боролась? Мы знаем, что вы тоже выдвигали своего лидера Сергея Дорожа. Да, все верно. Ну, касаемо того, что вяло все проходило, было как бы всем изначально ясно, кто основной кандидат и смысл вообще в этой борьбе. Но тем самым мы выдвинули нашего кандидата, довели его до самого конца. То есть представили его публики, выезжали в районы, очень много работали. У нас помимо выборов главы были выборы и муниципальные советы, где у нас два человека победили. Это в Кабанском районе Клюевка и в Тункинском районе Монде. Работа с населением, большое количество обращений поступило за этот период. В течение двух месяцев, соответственно, их отрабатывали, отправляли депутатские запросы. Уже где-то у каких-то запросов есть какое-то финальное завершение, так скажем. Ну, то есть, тем не менее, общались с жителями, слышали их предложения насущные какие-то, все это услышали? Да. Прекрасно. Ну, в целом, дала что-то эта выборная гонка, какое-то взаимодействие, я не знаю, что-то узнали нового? Может быть, какие-то проблемы обнажились в районах, когда выезжали? Каждая избирательная кампания, она по себе как бы своеобразна, то есть, там, выборы в государственном, думаю, это одно выборы главы, другое выборы, там, народных, урала, третье. Соответственно, мы как бы проводим определенный средств, потому что мы готовимся к следующему году. Все знают то, что у нас есть фракция в народном хурале, 4 человека, мы настроены ее увеличивать минимум в 2 раза, то есть 8 человек. Ничего себе, серьезное заявление какое. Да, и, соответственно, как бы ездим, общаемся, смотрим, сейчас, тем более, живем достаточно такое интересное время, каждый год у нас что-то меняется, сначала у нас там ковидные какие-то ограничения, у нас 2 года сопровождали, сейчас у нас СВО, и, соответственно, подстраиваемся под новые реалии, пытаемся как-то общаться с населением уже не только вживую, а уже заходить как-то через интернет, потому что у нас есть, допустим, пилотные уже регионы, где выборы проходят, голосование проходит в электронном виде, соответственно, мы как бы к этому тоже подготавливаемся. Продолжение следует... Никто, кроме нас, но, тем не менее, довольно патриотически настроенные вещи, да? Вот, хотелось бы узнать позицию по СВО вашей партии, и вот какой все-таки посыл идет сегодня, какая риторика на все действия, которые происходят сегодня? Ну, посыл и в целом, как бы, мнение, ну, здесь, наверное, всем ясно и очевидно, мы, наоборот, должны сплотиться вокруг нашего верховного главнокомандующего, помогать ему в это сложное время. Наша партия оказывает всевозможную поддержку для жителей Республики Бурятия, которые находятся сейчас на линии фронта, те, кто призвались по частичной мобилизации, как бы, продолжают призываться. Среди частично мобилизованных также есть и члены партии, которые и, как добровольцы пошли, которые были призваны по частичной мобилизации. Вот два человека у нас буквально две недели назад уже отправились на, получается, не на передовую, а на освобожденные территории, каждый день с ними на связи. Да, видели у вас, видеоконференц связи у вас. По возможности, конечно, созваниваемся, списываемся, как бы, мониторим всю ситуацию на месте, чтобы нам передавали, чтобы не было никаких фейков, потому что мы столкнулись с тем, что сейчас информационное поле, оно очень сильно засорено, непонятной информацией, соответственно, очень много всяких вопросов и неправды есть. Соответственно, вот всю информацию из первых уст, так мы сказать, получаем и общаемся с ребятами. Настроение у всех боевое, я очень горжусь, что у меня есть такие коллеги и желаем только, наверное, чтобы они духом не падали и как можно быстрее, соответственно, вернулись домой к своим близким. Может быть, вы организовали какую-то помощь финансовую или какую-то... Я знаю, что здесь вы поддерживаете дровами, да? Уже видела тоже у вас посты, вы женщинам, у которых мужей мобилизовали или просто? Да, семьями мобилизованных, бабушкам, дедушкам, одиноким, вообще всем незащищенным, так сказать, слоям населения. Нуждающимся, да. Нуждающимся. По поддержке, да, очень большую поддержку у нас оказывает центральный аппарат для освобожденных территорий. У нас там открылся юридический центр уже в Донецкой Народной Республике, да. Каждый месяц у нас туда отправляются волонтеры для работы, для восстановления территорий. Из Бурятии тоже волонтеры были уже? Из Бурятии один человек всего лишь ездил, да. Ну, потому что это все равно такая достаточно тяжелая работа, физически тяжелая работа. И не каждый может осилить, ну и многие, конечно, как бы боятся и переживают, потому что мы сами видим, как бы обстановка там достаточно такая накаленная. Понятно. Так вот, дрова, скольким семьям еще, может быть, зимой, вот прям, это будет не разовая какая-то акция, да? То есть это будет полноверно? Вообще, эта акция называется «Дарю теплом». Мы ее полтора года назад региональным отделением запустили, то есть помогали вот всем, кому я ранее перечислил. Сейчас мы ее буквально на этой неделе анонсировали, то, что она у нас возобновляется, будет она идти у нас до конца зимы. Все знаем то, что у нас зима достаточно суровая и длинная, а машина дров может доходить до 20 тысяч рублей за одну машину. Все понимаем то, что для одинокого пенсионера, либо там для многодетной семьи, особенно вот матери у нас, одиночки, это просто неподъемная сумма. Поэтому вот организовали такую акцию, это хорошее подспорье, я считаю. За прошлый сезон мы раздали, так сказать, больше 50 машин по всей республике Бурятия. Акция эта у нас действует не только на территории города Лаландэ, а вообще на территории всей республики Бурятия. Может принять не практически каждый. Единственное, что нужно, это либо обратиться в штаб регионального отделения, который находится по улице Ранжурова 1, либо написать нам на электронную почту. То есть нуждающие, если могут легко обратиться, и прям вот отказа не будет? Или вы тщательно смотрите? Как вы верите людям, что вот действительно нуждаются? Проверяем, конечно, потому что разные ситуации бывают. И где-то социальной защитой, то есть отрабатываем, потому что те списки, которые находятся в социальной защите, ну, там зачастую как бы люди действительно нуждаются в этой помощи. Где-то как там, как-то через знакомых, через каких-то близких, потому что обращаются вообще абсолютно все. И, соответственно, ну, как-то пытаемся узнать, правда ли или не правда, человек в этом нуждается. Помогайте дровами. Мы знаем, что помогаете животным, собак кормите. Расскажите, что за акция была в Вознесеновке, там у нас приют Возрождения находится. Да, буквально недавно нам поступил тоже сигнал обращения, то, что есть у нас в Вознесеновке такой приют, называется Возрождение. Там работает наш член партии, депутат райсовета Тарабгатайского Анастасия Валишевская. Вот пригласила нас, так сказать, ознакомиться с их пенатами, посмотреть, что у них творится. Мы решили приехать не с пустыми руками, а приехали как бы со специальным кормом. Она возглавляет этот приют? Она там как управляющая. В общем, показала нам территорию, достаточно хороший такой приют, ухоженный. Мы узнали, что туда собак отправляют на передержку, и, по-моему, там были проблемы с местами. Там нормально все? На сегодняшний день, я сказала, две с лишним тысячи у них там собак находятся, и где-то кошек 200. Ну вот вы увидели своими глазами действительно все тяжелое положение, или в принципе собаки нуждаются сильно в еде? Все познается, конечно, в сравнении. Мы ездили до этого в Зверсовхозе, тоже есть приют. Здесь видно то, что все на уровень лучше, то есть и чисто, и собаки ухоженные сами по себе, и питание есть. Единственное, что не хватает, конечно, еды, потому что все собирается за счет просто спонсора. Причем спонсоры сказали, у нас не из республики Бурятия, а так, из регионов. Кто-то отправляет там по 100, по 200 рублей. Вот как бы из этого образуется небольшой фонд, и вот на эти средства, соответственно, покупают корм для собак. Дмитрий, я тоже у вас читала пост, что вы, ЛДПР, обратились к нашему руководству республики, да, с тем, что неправильно все-таки в военкоматах ведется работа, не всегда корректно и тактично, и нужных людей призывают. Вы лично вам так обращались? Вообще, с начала частичной мобилизации, с 21 сентября, начало поступать очень много обращений через соцсети, и вживую приходят, обращаются, и письменно обращаются. Зачастую это связано с тем, что, да, действительно, военные комиссары не обращают внимания на какие-то заболевания мобилизованных, на критерии вообще призыва. Допустим, вот из последнего обратилась к нам девушка, ее мужа призвали, у него на иждивение три маленьких ребенка, одному там два месяца буквально, второму там два года и одному три года. Он единственный кормилец, и его, несмотря на все предоставленные документы, мобилизовали, и вот сейчас по информации военкомата он находится уже в республике Крым. То есть народ очень сильно переживает по этому поводу. Очень много случаев, когда военные комиссары отказывают в прохождении углубленного медицинского обследования, и говорят просто на авось так. От этого, конечно, очень печально, потому что мы уже потом видим в сводке новостей грустные новости, то, что частично иммобилизованные, уже погибшие есть, и в республике Бурятия уже есть не единственный случай, два случая уже есть, а по всей стране это уже, может быть, и на сотни случаев потянет. Так что нужно как-то либо перерабатывать всю эту систему, либо закон побыстрее принимать. Я знаю то, что внесен уже законопроект в Государственную Думу, ну, прошел первое чтение, сейчас вроде на стадии прохождения первого чтения. То есть критерии, кто подходит под частичную мобилизацию. То есть дети, какое-то медицинское обследование, студенты и так далее. Понятно. Насколько к вам обратилось людей, вот конкретно в ЛДПР, пожаловались, что... Ну, вот на сегодняшний день у нас семь обращений, семь депутатских запросов было отправлено в разные инстанции, в том числе, как бы и главе республики Бурятия. Пока вот все в работе, еще ответы не получали. Ну, думаю, уже в ближайшее время какое-то... Будут какие-то разбирательства, да? Ну, какое-то даже решение уже будет по этому поводу. Все мы знаем, что партия ЛДПР потеряла своего лидера. Мы знаем, что ваши активисты предлагали назвать именем Владимира Жириновского одну из улиц. Расскажите, как эта инициатива прошла ли? Одобрили ли ее? Да, в Москве уже было принято решение с Собянином. Уже назвали одну из улиц города Москва Владимир Жириновский. Также на одной из последних фракций Леонид Удародович еще поделился одним, так сказать, событием. Ведется работа над тем, чтобы назвать один из крейсеров Владимир Жириновский. Ну, пока все это в процессе. И, соответственно, в республике Бурятия мы тоже отправляли запрос на то, чтобы назвать одну из новых улиц, парков, скверов, может быть, набережных Владимир Жириновский. И мэр города нам ответил, что, в принципе, все это возможно, только единственное, нужно будет подготовить правильно всю документацию и, соответственно, подать заявку на то, чтобы назвали в честь нашего лидера. То есть это вполне осуществимо и реально? Да. И пока не определились, понятное дело, с улицами или это сквер будет? Пока собираем документы, там достаточно такой объем большой. Ну, желаем успехов, думаю, такие фамилии нужно уикавечивать. Я напоминаю, что сегодня мы общались с руководителем обурятского регионального отделения ЛДПР Дмитрием Шашмаревым. Дмитрий, спасибо вам огромное за беседу. Спасибо вам. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова